Тихий, спокойный, среднестатистический житель Так о расстрелявшем толпу людей 64-летним Стивене Пэддеке говорят его соседи Он был очень тихим и закрытым Я не имею представления о том, каким его знали другие соседи Но даже понять, находится ли он дома, было почти невозможно Не вызывал подозрений он и у продавцов в магазине, где покупал оружие Ничем он не выделялся Когда пришел, сказал, что уже побывал в нескольких оружейных магазинах Рассматривал здесь то, что ему понравилось А у полиции до вчерашнего дня с ним не было вообще никаких контактов Мы ни разу не останавливали его машину Мы его не арестовывали В общем, не было никаких связей Зато теперь правоохранители интересуют буквально все, что касается Стивена Пэддека Во время обыска в номере, откуда он стрелял, обнаружили 16 единиц огнестрельного оружия А в его доме в небольшом городке в час езды от Лас-Вегаса Еще 18 единиц огнестрела Взрывчатые вещества и несколько тысяч патронов Обыск провели в доме его бывшей жены в соседнем штате А сейчас ищут его последнюю подругу Которая во время событий в Лас-Вегасе находилась за границей Полиция пытается выяснить мотивы нападавшего По данным правоохранителей, он не состоял в террористических группировках И был психически здоров После массового убийства в демократической партии США Призвали ужесточить законодательство о свободном владении оружием В Белом доме, однако, говорят, что пока не закончится расследование Какие-либо выводы делать рано В администрации американского президента и Конгрессе Почтили память жертв трагедии минутой молчания В Париже в знак солидарности отключили освещение на Эйфелевой башне Свои соболезнования принес и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху Сердца израильтян сейчас скорбят вместе с бесчисленным количеством родственников людей Которые погибли в воскресенье Мы также молимся за скорое выздоровление пострадавших Грубым и бессмысленным назвал нападение премьер-министр Австралии Арсен Цимбалюк, ЮИТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова